всем привет с вами арам сегодня мы поговорим про очень классный плагин для питча под названием elasticpitch 2 на самом деле очень много программ например ableton life имеет встроенный питч и на самом деле это работает очень классно но большинство ребят работают в лоджике работают других программах где питч происходит не так уж качественно особенно когда делается печь не только по тональности но делается питч по формантной основе так что сегодня представляю вам очень качественно плагин который вы можете использовать своих проектах давайте поговорим чуть-чуть про управление потому что плагин изначально очень примитивный в принципе здесь ничего сложного но вкратце пробежимся сверху нас находятся три режима отображения плагина сразу скажу я использую сам первый режим потому что для меня он является более удобным второй режим отображает просто такую сетку xyc где можно двигать туда-сюда соответственно в правую сторону мы двигаем это получается у нас формантное изменение подымаем вверх опускаем вниз это получается у нас тональное изменение то есть мы опускаем ниже и подымаем выше по октаве нажимая на эту кнопку здесь справа появляется блок диле где можно получить креативные эффекты задержки а также сделать фриз давайте покажу как это работает но мы имеем данном случае покал включаем печь это печь по высоте опускаем здесь специальная ручка линк которая позволяет залинковать то есть соответственно два параметра первый который обеспечивает за обычно пичка 2 который обеспечивает запечь форманты они линкуется и одновременно работать если вам это не нужно нажимая на эту кнопку он линк мы отключаем и можем использовать только форманты изменения например данном случае мне понадобится там минус 3 печь я опускаю просто печь если печь мне не нужен я делаю просто формантное изменение минус 3 и все а на самом деле почему я говорю что сам первый режим сам удобно потому что здесь в принципе отображается то что самое нужно и в данном блоге я могу быстренько подобрать те настройки которые мне нужны плюс поговорим еще чуть-чуть про блок делаем на самом деле здесь очень интересные параметры параметр фриз давайте получим какой-нибудь делайчик происходит такой фрез можно получить такие настройки а теперь давайте посмотрим как данный прибор работает на других вокальных отрывках например вот тут нам фидбэк не интересует очень качественно дальше посмотрим другой звуковой исходник можно сделать вообще формат на изменение давайте сделаем сброс настроек возвращаемся сюда отключаем анлинк и делаем просто формат на изменение минус 3 либо минус 4 одним из интересных параметров являются параметр 8 параметр войсник напрямую влияет на изменение формата ни в коем случае он не влияет на печь с его помощью можно правильно скорректировать формату например если вы хотите получить более низкочастотному формату вы двигаете сторону басового ключа если вы хотите получить высокочастотного форманта вы двигаете уже стороны скрипичного ключа классических настроек здесь не существует, поэтому нужно экспериментировать. Например, вот так. Elastic pitch очень классно работает на партиях лупов, когда вот у нас имеется какой-то луп в наличии, перкуссионный луп, и мы хотим его сделать по тону ниже. Я очень часто использую именно Elastic pitch. На самом деле иногда хочется сделать просто какой-то топ луп, который у нас звучит чуть-чуть пониже по тону, соответственно нам понадобится pitcher. Либо поднимать наверх. Ну и конечно напоследок давайте еще поговорим про музыкальные инструменты. Когда вы транспонируете какие-то музыкальные инструменты, желательно использовать этот плагин, потому что он делает более чисто. либо давайте поднимем плюс два. Или плюс четыре. На мой взгляд это один из самых качественных pitch, которые существуют вообще сейчас. И напоследок давайте посмотрим в конце сравнения. Я хочу показать вам, почему стоит использовать отдельный плагин, и почему не стоит использовать, например, встроенный pitch самого Logica. Я сделал пример. У нас имеется вот такой кусочек электрогитары. Воспользуемся Elastic pitch. Добавим плюс четыре. Аналогично такой подход будем делать с другой дорожкой. Просто будем копировать его и будем делать pitch в встроенном блоке Logica. Используя плюс четыре. И давайте будем сравнивать. Это Elastic. Это Logica. Видите, как искажается сигнал. Соответственно существуют разные алгоритмы. Сейчас многие скажут, заходи внутрь, там сделай, например, встроенный pitch, flex time. Опять же, это не помогает. В любом случае, встроенный pitch генераторы, на мой взгляд, самый лучший pitch находится в Ableton. В других программах это сделано не очень корректно и некачественно. Соответственно, если вы нуждаетесь именно в хорошем pitch плагине, то, соответственно, нужно использовать именно этот плагин, потому что он является одним из супер качественных. Если вам нужен просто тональный pitch, то есть опускать октаву или подымать выше, очень классным питчем является Waves SoundShifter, плагин от компании Waves. Но в его случае вы не сможете там использовать форматные изменения. А также есть SoundToyce AlterBoy, который тоже работает на вокалах очень классно. Но в любом случае, если вам нужен чистый pitch, плюс еще чистые форматные изменения, лучше Elastic pitch я пока не знаю. Ну что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых всем уроков. Всем пока.